Добрый, добрый, добрый день всем! У микрофона Друг, это студия игрокам ТВ, и мы начинаем трансляцию о Лиге. Третий сезон, и на повестке матч между командами Old Boys и Invictus Gaming. На данный момент IG, равных себе в группе, не знают вообще, и не видели, и видеть не планируют. А вот со стороны команды Old Boys дела немножечко похуже, сейчас расскажу, насколько они похуже. Ну, существенно похуже. Вот, IG, в свою очередь, наказали вчера и нескольких Ньюби, и команду Вичи Гейминг Потеншал. В никуда отправили Old Boys, Тонгфу Old Boys, 3 матча, 2 ничьи и 1 поражение. У IG, в свою очередь, 5 игр сыграно, 3 победы, 2 ничьи, 8 очков, ближайший преследователь Яхум, у них 5 поинтов, поэтому надо еще минимум 3 матча выигрывать Яхуму. Где их выигрывать и против кого, пока что непонятно. Там остались вроде серьезные, слабые соперники, но и у IG остались тоже проходные соперники, ну вот по типу команды Old Boys. Я думаю, вы все были на Дота 2 лаунжах, если вдруг не были, то расскажу. Так вот, 85% победы вангует Дота 2 лаунж против команды Тонгфу, Тонгфу Old Boys. Короче говоря, IG тут в шоколаде по всем предсказаниям, по всем прогнозам. И Invictus Gaming понимает, что они вроде как посерьезнее и посильнее, поэтому можно поэкспериментировать. Джакира появляется в пике IG, Бристлбэк, Рубик и SF, но со стороны команды Old Boys уже есть. Spirit Breaker, Лешрак, Templar Assassin и Undying. Invictus Gaming по лайнам, я думаю, вопрос закрыли. Надо, наверное, еще одного керри добрать, единственного, который отправится, скорее всего, в легкую. Я не думаю, что Брист в легкой будет фармить у IG, но это тоже возможно на самом деле. Команда Old Boys банит здесь Вивера. Вивер смело мог бы отправляться в сложную, на данном этапе Вивер у нас отправляется в баню. Возможно, Брист пойдет в сложную, а в легкую линию надо еще кого-то добрать. Не думаю, что здесь Джакира будет керри, потому что керри Джакира горе в команде. Как мне кажется. Ну, судя по всему профессиональному. Вообще, Дота игр еще. Ну, со стороны команды Old Boys, Лешрак вполне может претендовать на фарм на легкой линии, Templar Assassin, Midlane, Spirit Breaker сложный, Undying, Саппорт и еще какой-нибудь Саппорт нужен команде Tung Fu Old Boys. Кто вообще купил уже компендиум? У кого куча денег? Кто видел, что там в компендиуме дается? Рассказывайте. Будем обсуждать. Вот. Я, если что, компендиум приобрел. Прошу любить и жаловать. Просто покажу на всякий случай. Все у меня есть. Все-все-все есть. И предсказания есть. И по предсказаниям вот так я вижу десятку ребят, которые инвайт у нас получат. Если что, подсматривайте или спрашивайте. Буду подсказывать. Ну что, последние секунды. Для команды Old Boys Shadow Shaman улетает у нас в пик и Invictus Gaming. Совсем чуть-чуть осталось. Полторы минуты Old Boys еще оставалось. Можно было подумать, но взяли Shadow Shaman. Не сказать, что взяли, не думая. По пушу, по-моему, все хорошо у команды Old Boys. Гирокоптер для Invictus Gaming. Так вот, Old Boys по пушу. Лишрак, во-первых, с диаболиками. Во-вторых, Shadow Shaman со своими вардами. Лонг Диди забирает его. Жоу берет себе Лишрака. Диди берет Спирит Брейкера. 820 забирает Undyne. И YYF отправляется Templar на Midlane. Со стороны команды Invictus Gaming. Рубик у нас саппортит. Феррари на Midlane. Феррари будет играть на SF. Фейд берет себе Джакира. Кси, скорее всего, на Бристалбеке отправится в сложную. И Гирокоптер, конечно же, для Бернинга. Все, в принципе. Можно-то уже все забирать. Никаких тут секретов нет. Понятно, что Бернинг фармит. Кто же, если не он? Ну, глянем. Я думаю, что вопрос победителя здесь изначально предрешен. Единственное, что... Ну, если Old Boys выиграет в данной игре хотя бы одну катку, то это будет такая мини-сенсация. Тем будет интереснее. Будем топить за них. За кого же еще? Не за IG же топить. За IG не нужно топить. Хоть они и сами справятся, я думаю, с поставленной задачей. 85 против 15%. Ну, это же издевка просто чистейшая. Против команды Old Boys. Бернинг, я думаю, отправится на легкую линию. Фейд пойдет с ним. Или Кси? Нет. Кси уже внизу. Бернинга отправят в триплу, разумеется. Но трипла это будет на топ-лейне, судя по расстановке на данный момент. Отправляются на нижнюю руну. Игроки команды IG, в свою очередь, Old Boys идут на топ-руну. 820 у нас первый. И здесь уже Жоу на Лешраке. Без вардов. Просто стоит и чекает, кто бы здесь мог с реки прийти. Команда IG не собирается драться во вражеском лесу. Это им неинтересно. Я думаю, может быть, даже и руну не будут контролить внизу. А может и соберутся на нее. Перемещаются на топ-лейн. Здесь один Джакира от Фейда и Бернинг на Геррокоптере. Против четверых не подраться. Даже несмотря на то, что Геррокоптер очень сильный герой на ранних левелах. Нижняя руна тоже здесь есть. Ну и Рубик вместе с СФ отжимает у нас нижнюю руну. Феррари забирает баунти внизу. А на топ-лейне баунти у нас заберет YYF. Все, СФ уже понес себе. Скорее всего понес себе. Скорее всего понес себе танго. Да, так и есть. Одну секунду. Ребят, я дико извиняюсь. Одну секундочку. Все, готов. Так вот, Феррари на мид-лейне уже с рейсбендом. Есть тут куча танго. Готовится выйти в фарм. Понятно, что потом в банке все остальное появится. У Templar Assassin уже 780 на руках. Пока что YYF не покупает ничего. Может быть и не понадобится. Но без батлы Templar Assassin, согласитесь, простоять долго не сможет. В какой-то момент придется что-то придумывать. Но пока что YYF продолжает ничего не покупать. Ему пока что достаточно. Так что чувствует себя раскованно. Все, Боттл побежал. Это все были понты от YYF. Может ждал, пока Курьер еще кому-то что-то понесет. Нет. Собственно, в соло бежит. Курьер приносит Боттл Templar Assassin. На сложной линии для команды IG Burning стоит пара саппортов. Рубик и Джакира. Со стороны команды Oldboy здесь. Фармит Джоу. 5 на 2 у него есть. 8.2.0 на саппортинге. Long DD тоже на саппортинге. Так вот, вот эта дабла из Shadow Shaman и из Лешрака на самом деле пугает меня. Да, здесь есть Рубик, который может подсейвить. Но стана конкретного у Рубика нет. А Джакира тоже со своим станом далеко-то не пройти с ним. Посмотрите на длительность стана, если что. 1 секунда, а дальше 1.4, 1.8. Это вообще не стан, это смех какой-то. Поэтому, если захотят Oldboy сцепануть гирокоптера, зацепят. Единственный трабл, что могут демиджа не вывести, который через Рокет Бараж вольет Бернинг в ближайшего героя. Это да, это факт. Но, если поймать его после Рокет Баража, то я думаю, что никто его не спасет из команды IG. Тут на скелле, в принципе, IG будут решать все вопросы. Они посерьезнее по рукасти, чем Oldboy, так что подставляться по факту не должны. На сложной линии для команды Oldboy, DD стоит на Spiritbreaker. У него 5 на 2 кси, 9 на 6. Кси переигрывает своего оппонента, причем с очень даже серьезным преимуществом. У SF 11 на 6, 7 на 3 для Templar Assassin. YYF проигрывает. При том, что у Феррари до сих пор не было батла. Только-только бежит боттл для SF. YYF должен был тут гораздо серьезнее смотреться. Во-первых, рефракшн, во-вторых, батла есть, в которой можно было отпиваться. В-третьих, пси-блейды, которые, собственно, очень даже неплохо дамажат SF на ранних левелах. Он вроде парень и серьезно дамажащий, но по факту архитичный. То есть разваливать SF не проблема. Да, он потом взорвется, неприятно будет. Ну что, Бернинг у нас. Еще один DK. Когда будет у Тандаинга? Есть Solrip. Разваливают Бернинга. 8-2-0 забирает килл. И точно так же разваливают здесь еще и Рубика. Даблкил от команды Old Boys. Начало просто на ура. Undying забирает даблкил. Еще немного денег. Появятся Аркантапки. А дальше просто ходи и насилуй команду IG на сложной. Неплохо будет, если Жоу даст все-таки нафармить Undying необходимое золото. Кстати, заметьте, Жоу стоял, фармил. У него 900 и такой закуп. А Undying просто забрал First Blood и забрал даблкил на ранних минутах. И у него практически такой же нетворс, как у Жоу. Так что вот два серьезных керри у нас со стороны команды Old Boys на топ-лейне. Джакир забирает реген на топ-лейне. Это при том, что Джакир наполовину был всего лишь у нас просевший по монопоинтам и по хеллспоинтам. Ну, видимо, YYF лень было туда бежать, да и не было смысла в этом. Ну что, будем ждать. Я думаю, что на трипле будет основной экшен. Поднимает у нас Жоу. В Ice Pass Жоу. Ну и все, Ice Pass через секунду заканчивается. Проблем никаких. В итоге разваливают у нас Рубика. Фейт пошел отдаваться под Тауэр. Фейт у нас умирает. И фраг забирает Undying. Уже от Killing Speed для Undying. Потеряли лишь Рака игроки команды Old Boys. За это забрали двоих. Забрали Рубика и забрали Джакира. Пять минут сыграно. Old Boys по голде 500. По экспириенсу 1000. Странно, по золоту я думал Old Boys посерьезней. Хотя, куда там посерьезней. Темпларка, например, по фарму 15 на 7 на мидлейне против 21 от СФ. Проседает и проигрывает у Кси. 23 на 6 против него DD 19 на 5. Ну эти крипы примерно то на то и выходят. Фармят, конечно, IG получше. Было бы удивительно, если бы было не так. Проседает. По хп у нас Кси. Ловит здесь от Спиритбрейкера ульту. Ну и, конечно же, крутой сплитес от Жоу. Минус. Еще один игрок команды IG. Первый раз для IG умирает оффлейнер. Бристлбэк отправляется в таверну. Счет становится 5-1. 500 по голде за него заработали. DD побежал на мид. На кого? Неужели на Рубика? Ну, надо останавливаться. Куда там? Просто с ума сойти, если в Рубика въехать. Тут и Ice Pass, и SF пару Кайлов запустит. Даже не попытается промахиваться Феррари. Феррари на SF играет у Юйой, как хорошо. Педро Де Покас. Привет. Привет. Всем привет. У Гирокоптера уже есть Рингов Базилус. Рейс Бенда пока не вижу. Ну, Аквилад, наверное, появится для Гира. Потом Фейс Буци и все остальное. Яша, Доминаторы. Классическая схема сборки. Гирокоптер все чаще напоминает некого Тролля. Только с нормальным демиджем от скиллов. По сборке, по-моему, чистейший Тролль. Так. А ну-ка, а ну-ка. А ну-ка. У нас уже все давным-давно добавлено. Как сильно я отстал от Доты. Давайте смотреть. Пока у нас ничего интересного. Для тех, кто не видел. Для тех, кто первый раз живьем это смотрит. Начнем с малого. Лотус Орб. Создает вокруг цели щит, отражающий большинство направленных заклинаний обратно во врага. Я думаю, вы все видели мувики, что этот Лотус Орб творит с людьми. Так вот, отражение заклинаний и вражеские заклинания все равно будут наносить урон. При применении рассеивает все негативные эффекты. Куча всяких ерундистик дополнительно. Так. Дальше. Глимер Кейп. Делает вас или союзника невидимыми. Спустя 0,4 секунды. А также дает цели 66% к сопротивлению магии. Можно использовать во время произнесения заклинаний. Неплохая такая бомжовская мантия. 1900 немного стоит, но полезная штука. По типу скилла Оракулок. Я понимаю. Бернинга у нас поймали, живого расковырял. Умирает здесь, в свою очередь, Шадоу Шаман один в один размен. Дальше за Феррари. Феррари в инвизи. Ульта пошла в Чи. Чи развалили. Минус Рубик. Ну и живет здесь Феррари. 7-2 в итоге. Двоих потеряли Айджи, включая Гирокоптера, мейнкерри команды Айджи. Ну и одного только забрали Шадоу Шаман. Рахетичный Шадоу Шаман с Манго в руках. Манго у нас восстанавливает одну единицу здоровья. И при этом дает при активации 150 быстренькой Маны. Ну что, пошла драка. Жоу у нас здесь, без диаболиков. Куда же ты, Жоу, полез? Без пульс новый, без ничего. Зато с отличной перспективой умереть. Фейт разваливается еще до 6-го левела разваливается. Ну, Кси, пошел наваливать по Диди. Через 3 секунды будет Чарджи в Даркнесс. Можно будет валить. Один в один подрались. Лешрак тут натупил как только мог. Ладно, Джекира. Джекира 5-й левел и сам по себе архетичный. Но леший. Его поставили мейнкерри. Он идет под Т1 сливаться. Так, у нас Шадоу Шаман умирает от Тавара. Так вот, он идет сливаться между Т1 и Т2. И при этом не имеет диаболиков, не имеет пульс новый. Чем, как он хотел кого-то убивать, непонятно. С руки демидж тоже кривой. Ладно, это его личное дело. Умирает в итоге Шадоу Шаман. Просто у Тавара килл никому не дают. Потерял 200 голды. Красавчик. У нас продолжение изучения полезных, важных артефактов. Так, во-первых, вот манга. Использование. Съедает манга мгновенно, восстанавливая 1500... Ой, 1500. 150 маны. Можно скормить союзнику. Стоит 150. На вкус не знаю, не пробовал. Вообще манга не самый вкусный плод. Как в доте приживется, узнаем. Кси ловит у нас шейклы. Ну, Кси развалили тут без вопросов. Андайинг забирает шестой или нет, или пятый килл для себя, да. 5-0 уже стрик для Андайинга. Ульта пошла у нас от Бердинга. Сразу же развалилили Лешрака. Дальше погоня пошла за 8-2-0. Здесь стоит Томп Стоун. Тамбу убивают. Ну, Бердинга... Ничего интересного не появилось. Белт оф Стрэндж есть. Есть Бутс оф Спид. Цирклетка так в рейсбэнт и не превратилась. Ну и, в свою очередь, Феррари у нас выходит в Мекку. Феррари остается... До рецепта, да. На собирательный рецепт остается Феррари. Пошел у нас Диди в Бердинга. Макропиру положил Фейд. Макропира никого не дамажит. Просто под две стороны Макропиры стоят. Команда Олдбойс минус Гирокоптер. Минус СФ. Минус Рубик. Дальше Закси. Минус Кси. Минус 4 делает команда Олдбойс. У Андайинга сейчас будет Сол Рип. Хиль кого хочешь. У кого здесь Урнув Шадоуз. У Лешрака Урнув Шадоуз минус 4. Сделали и потеряли ХП много, конечно, Олдбойс. Но Леший здесь всех, кого надо похилить. 2000 по голде. 2600 по экспириенсу. Тавр должны сносить. Без диаболиков, правда, Леший. Это же не самое большое упущение. Лонг Диди уже с вардами. Варды здесь тратить не должны. Варды последний Лонг Диди потратил на медлейни. Там свалили Т1 Олдбойс. Ну и теперь сваливают Т1 по топу. А вот теперь можно провязать варды. Лонг Диди не ждет, не мешкает. Быстренько варды поставили. Да, рефракшн придется, конечно, переждать. Но танковать, в принципе, есть кому. Тот же YYF с рефракшном. Сейчас он откатился. Подходи потанкуй. Ну и что, неужели просто скормят варды своим соперником? Ой, конченые. Олдбойс отдают в итоге варды своим оппонентам. Подарили немного денег. Но это ладно. Это их личное дело. 6000. Они по золоту. По экспириенсу Олдбойс 4.5 выигрывают. Все, все, все. Успокойтесь, Олдбойс. Все нормально. Продолжаем. Первый ряд интересный. Вот они. Использование. Поглощает Муншард. И навсегда увеличивает скорость атаки. На 60. Повторное использование. Невозможно пассивное. Шейдсайд. Увеличивает радиус обзора ночью. Стоит 4300. Собирается из чего? Два хипперстоуна. И рецепт за 300. Скорость атаки на 60. Я думаю, вы понимаете, да, что это такое? Это Рейс Кинг. Это Найкс, например. Да кто угодно вообще. Вот они. Эти тапки привлекли мое внимание. Восстанавливает 250 здоровья и 160 маны всем окружающим союзникам. А также рассеивает большинство отрицательных эффектов на владельца. Пассивная аура, гвардия на аура, дает окружающим союзникам плюс 4 к восстановлению здоровья и плюс 4 к броне. Если в радиусе действия есть союзный герой, уровень здоровья которого ниже 20%, то для него восстановление здоровья увеличивается до 15%, а броня тоже до 15%. Короче говоря, нереально крутая мека арканы. Суперштука, которая позволяет сразу восстанавливать всем и все. Которая не требует дополнительного салта, то есть артефакт где-то... Где-то, где-то минутик сороковой, например, для какого-нибудь саппорта. Самое оно. То есть больше нет. Вот, например, тот же Undyne. Посмотрите, пожалуйста. Уже сейчас, я думаю, мы увидим этот артефакт. Сколько там рецепт стоит. Сколько рецепт. Ну-ка, ну-ка. Так где же ты? Из чего ты собираешься, дрянь? Рецепт стоит 1650. Скорее всего, Undyne примерно это и приобретет. 15 броня и 15 реген здоровья, если хп понижается менее 20%. Например, Templar Assassin здесь вообще становится очень даже бессмертной. Все это приятно будет видеть. Ну, посмотрим. Я так в будущем виде подумал, что ой, как неплохо было бы уже сейчас. Вот у нас в пике Undyne и забыл, что обнова-то уже вышла. И 10 баксиков-то уже на компендиум потрачено. Поэтому именно сейчас мы этот артефакт и увидим. Давайте название хоть запомню. Guardian Griffs. Называются данные тапки. 5300 стоит. Спрашивайте в аптеках вашего города. Lotus Orb, я думаю, вы знаете. Отражение эффекта от всех. Silver Age. Shadow Walk делает вас невидимым на время действия или до момента вашей атаки или использования заклинания. Пока что Shadow Walk активно. Вы движетесь на 20% быстрее и можете проходить сквозь юнитов. Атака, раскрывающая невидимость. Нанесет 225 дополнительного урона. Очень похоже на... На Баунти Хантера из Инвиза. И отключит... Пассивные способности цели. Уменьшит весь наносимый ею урон. И пассивная. Laser Mame. Каждая атака получает шанс уменьшить скорость передвижения врага на 4.0 секунды. Делается из Сенж, из Шадоу Блейда и рецепт 350. Увидели. Так, морская звезда. Очень похоже на какого-то покемона. Solar Crest. Активируемая способность Shine временно убирает у владельца дополнительную броню и шанс уклонения, даруемый этим предметом. При использовании на союзнике увеличивает ему броню на 10 и дает шанс уклонения в 30%. При использовании на противнике уменьшает его броню на 10, ослепляет, заставляя его промахиваться атаками в 30% случаев. Делается из медальона и Талисман оф Эвэйшн. Короче говоря, как по мне, ладно, потом расскажу, что я там думаю по компендиуму. Может это вдруг пока что никого и не волнует. Ну здесь мы видели, это очень-очень-очень-очень сильно бить быстро. Это в инвиз отправляться. Так, Shadow Walk мы тоже видели. Ну в принципе, по-моему, все, да? Если что-то забыл, напишите. Рапиры там стало 330, но это такое, это все детский сад. И манго добавили. Там есть еще в обнове штуки с вардами разные. Варды теперь в один слот пихаются. Давайте глянем, может у кого-то уже такое есть. Shadow Shaman. Ну-ка, нет. Нет, нет, нет. Тут какие-то, какие-то варды в один слот. Вообще никто даже не юзалов. Ну что, Old Boys, продолжаю давить. 16-ая минута. Зашли на хайграунд, поставили варды. Фейт поставил макропиру прямо под варды. Как будто команда Old Boys просто будет между своих вардов бегать. Им тут интересно. Ну это самая нелепая макропира за последние 6 минут. Ice Pass от команды IG. Ну, команда Old Boys здесь ничего, в принципе, не держит. Templar Assassin по-прежнему есть Aegis. 1200 на руках. Дезолятор есть у YYF. А это значит, что лица будут не только товара, но и герои. Так, YYF у нас очень сильно терпит. Умирает Spirit Breaker. Burning пошел наваливать. Joe в таверню. 8-2-0. Тоже туда близенько, я думаю, в таверну. Заплевали его. Неужели YYF развалят? Минус 4 уже сделала команда IG. Ух, минус 5 делает команда IG. Забирает Aegis с Templar. Денег тут полилось просто миллиард вообще. 2760 на 17-й минуте. Это слишком много, чтобы быть правдой. И 6000 по Experience зарабатывает команда IG. Запахло камбэком. 6000 Old Boys выигрывали по золоту. Ждем обновления графиков. По XPS 7 уже почти в ноль. Ну и тут ждем по голде, что там будет. Так, ну что ж, ждем обновления. Ну, на самом деле, да. 3 500 Old Boys выигрывает по золоту. По XP ушли в поражение уже. Так, а че ты белый-то? Spirit Breaker. Так, что с тобой? Spirit Breaker врывается у нас в XI. Дальше погоня за XI. Ну, ковыряют медленно, но очень даже верно. XI здесь в итоге убивают. Команда Old Boys восстанавливает некое свое преимущество по XP. По голде они как выигрывали 3.5, так и выигрывают. Так, ничего ли я не упустил у меня вопрос. Что здесь вообще из новых шмоток может появиться? Я думаю, что на Undying'е должна появиться эта ерунда. Нет, игнорирует. 8.2.0 у нас новый артефакт. Никаких тебе Guardian Greaves. Пошли они к черту вообще. Ну, еще бы 1650 за рецепт. Не много ли? И так можно юзать и Мекку себе, и Аркан Буце. А за то, чтобы юзать все это вместе, платить 1600, ну, извините, многовато. Пока что, в принципе, слотов хватает на Undying'у. Позже, я думаю, могло бы и так случиться. Все-таки не будем забывать, у нас 18-ая минута. Я просто смотрю, на хайграунд уже заходит команда Old Boys. Как будто это какой-то жесткий лейт. Обычно в Китае на 16-ой, на 19-ой минуте на хайграунд никто не лезет. Поэтому ситуация немного удивительная. Потоптались Old Boys. Получили много демеджа. Спушили половину милишного барака. Отошли и ждут пачку крипов. Tombstone через 12 секунд, через 30 секунд флеш голем у нас будет у 8.2.0. У Spirit Breaker все. Есть ли шаг до сих пор без пульсного? У него нет Bloodstone. Long DD еще 60 секунд без вардов. Зачем тогда Old Boys здесь стоят? Есть еще куча линий. Есть Т2 на мидлейне, который можно быстренько спушить. Ну все, Жоу принес себе Bloodstone. Есть у него Аркан Бутсы. Есть у Урнов Шадоус. Можно и заходить. У Templar Assassin. Дезолятор 1700 на руках. БКБ для Геррокоптера. Главная цель Темпларки это Геррокоптер. Надо ворваться в него во что бы то ни стало и быстро спилить Бернинга. Без всех этих кулдаунов, которые разваливают команду Old Boys. Без Рокет Барадж, который Геррокоптер без проблем сносит половину команды Old Boys. Кстати, Рокет Барадж к Геррокоптеру, я помню, тоже изменили немножко. Теперь кастуется моментально без задержки. И что-то там... Так. Новый вертолет Аурелла оснащен улучшенной системой подачи ракет, увеличивающей скорострельность. Да, тут вроде как задержка была по касту, теперь ее пофиксили. Давайте посмотрим, что у нас у кого по аганимам, что интересного может быть. Ждем аганим на Spirit Breaker. Было бы интересно. Новый Хекс. Хекс Барашек у Long DD. Так, у кого еще здесь аганим может быть? Аганим, по-моему, новый на Undyne есть. Секунду. Эта хедреску приобретает себе 8.2.0. Собирается выйти в Pipe. Немного совсем осталось. Хедрес есть, есть Hood of Defense, Мека, Аркан Буци, но абсолютный саппорт, абсолютный. Супер аптечка, которая всегда рядом, которая всегда поможет. Варды пошли от Long DD. Варды второго левела. Одиннадцатого левела сам по себе Long DD. YYF ловит ракету. Колдаун на YYF. По-моему, YYF здесь может и слиться. Нет, пока еще живет. Колдаун закончился. Юзнули меку Old Boys. По макропире не вопрос вообще. За Бернингом. Ульта пошла у нас от Spirit Breaker. Выкупается моментально Бернинг. Готовы файтиться игроки команды IG. Ну и Old Boys тоже отходят только на секунду вообще на хайграунд. Еще чуть-чуть будет действовать ульта у нас от. 8.2.0. Мека через 20 секунд. Аркан Буци через 5 секунд. Будут ждать. 8.2.0. Сейчас ракету получит. Какого левела? Второго левела ракету. Не самая страшная вообще потеря. В итоге забрали Бернинга. Лишили его байбека на ближайшие минуты. Можно идти дальше. Разваливать кого только хочешь. Ну и Old Boys выигрывает по голде. 6000 по экспириенсу 0. Так вот. У кого там краеугольные вообще какие-то были аганимы? Тут понятно никаких аганимов. Это смешно. Здесь аганим как был так и есть. Бресту по-моему ничего не делали. Гирокоптер с кулдауном. По-моему ничего не меняли. А по-прежнему по всей карте летает у нас кулдаун с аганимом. Феррари. В Хексу моментально. Чарджер Даркнесс в него. Ульта пошла от Андайнга. Просто чтобы у Феррари шансов не было вообще отсюда уйти. Феррари развалили. Что ты здесь делал? Пес его знает что я здесь делал. Просто пришел отдаться команде Old Boys. Как-то скучно стоять на собственном хайграунде. Иногда просто поражаюсь игрокам таких профессиональных клубов. Они то ли абсолютно уверены в своей неуязвимости. То ли абсолютно уверены что их скилл спасет их от какой-то верной смерти и слитой катки. Ну как так может быть? И играют по факту против каких-то рагулей абсолютных. Команды ниже дивизионом. Команды которая в доту начала играть позавчера. И играют такие мастодонты как IG или LGD или те же Альянс. И ошибки ну нелепейшие. Просто потому что как-то не доработали. А вот если спросить без матов и не ответить. Ну литературная форма это типа а кто его знает? Ну то есть почему ты там оказался? Что ты здесь делал? Для чего ты это здесь делал? Что ты в итоге получил? Вот. Ничего не получил. Правда просто умер у нас SF на топлейне. И так было уже неоднократно. Я это замечаю у профколлективов все чаще. Уже наверное года два я смотрю. Если ошибаются какие-то топ коллективы с абсолютной собранностью. С какой-то вот с каким-то серьезным настроем. Если на кону какие-то огромные деньги. В какой-то момент кого-то может переклинить. Просто пойти отдаться во вражеском лесу. Хотя это знает даже школьник. Ну даже школьник. Кто вообще играет в доту кроме школьников. Вот. То есть каждый знает. Понимаете? Каждый знает что во вражеском лесу делать тебе нечего. Тем более если твоя команда проигрывает. Почти в два раза по фрагам. Там по фарму там огромнейшее количество. И по экспириенсу тоже. Но это Феррари. Это Феррари. Это чуть ли не гуру вообще. Мидлейна во всей мировой доте. Кто сильнее Феррари на Мидлейне. Тот может просто тыкать пальцем в менеджмент любой команды. И говорить я хочу там играть. И тебя возьмут. То есть Феррари очень крутой. И вот пожалуйста. Такая нелепейшая вообще ошибка. Ладно. Там уже про эту ошибку все забыли. Если б я сказки не рассказывал. Уже бы не вспомнил бы никто. Что Феррари слился во вражеском лесу. Old Boys. Готовы заходить на хайграунд команда IG. YYF. Есть уже Даггер. Есть Огр Клаб. Митрил Хаммер совсем немножко остается. До... БКБ. У Диди уже есть БКБ. Это Таран главной команды Old Boys. Поэтому надо бежать, давить. И надо это делать в БКБ. Чтоб тебя не ловили в Ice Pass. Чтоб ракета над тобой не издевалась. Чтоб сопли от Bristol Back не летели. Сатир колдун. Чё спирит брейкера отбелили? Или так и было? За всеми этими обновлениями... Тут за деревьями не видно леса. За всеми этими обновлениями непонятно. Что нового, а что старое все-таки осталось. Так, Undying. Будешь ли ты первым, кто у нас вообще... Доту выведет на главную обнову? Пока что ничего нового, кроме... Манго на Shadow Shaman я не видел. Ни у кого и ничего вообще. Bristol Back без Знавья. Здесь без Знавья. Здесь... Здесь вот они, наконец-то. У Джекира ворды хотя бы в одной пачке. Синий, желтый. Меняй местами. Ставь, который нужно. И всё, больше ни у кого ничего нет. Манго и ворды. Созрели. Тут артефакты по пять с половиной тысяч добавляют. Они манго и ворды с собой носят. И это топ коллектива. Это Китай, который формят лучше всех. Возможно, попозже увидим. В Undyng'у всё равно понадобится слот рано или поздно. И... Мека с Аркан Буцами объединиться в... Забыла. Третий раз уже Guardian Grifts. Так называется данный артефакт. Ну, а по агонимам тут, в принципе, никто особенно и независим от них. У Рубика, кстати, поменяли агоним. Так, невозможно красить способности предметов. Я, насколько, не очень понимаю, почему написано невозможно. Что скипетр даёт? По-моему, можно было стилить... Стилить предмет... Скиллы предметов. Этериалы, догоны. По-моему, было вот так вот. Если кто-то, да, юзайт блинк, например, или догон, или форстаф, и это Рубик, по-моему, мог состилить с агонимом. Это, если я не ошибаюсь, было в обнове. Если не сложно, напишите в чате, кто... Такими знаниями располагает. Кто у нас обладатель хрустальной совы по доте. Ну что, Old Boys готовы заходить на хайграунд опять по низу. В это время крипы подошли уже под Т3 на топ-лейне. Это, в принципе, корм для бёрдинга. Вообще, кстати, команда Old Boys очень зря ждет. Очень зря они мнутся сноги на ногу, не заходят на хайграунд, не сносят бараки. Как только бёрдинг выформит свои артефакты, от команды Old Boys вообще ничего не останется. То есть бёрдинг будет стоять, убивать ворды. Просто прожмет флэккенон. Ворды расты, я имею в виду, чтобы не пушили с бараки. Просто прожмет флэккенон, команда Old Boys ляжет моментально. Лишрак здесь демиджа не вывезет. Темплар Ассасин тоже где-то без рефракшена. Я думаю, будет всё-таки есть кому здесь его сбивать. Квилл Спрей и Рубики, да много кого. Вот. Ну и Undying тоже не самый крепкий парень. Тысяча сто всего по хеллспоинтам. Поэтому играться с командой IG Old Boys точно не стоит. Не так давно я смотрел и комментировал для вас игру между командой Empire и Nip. Там Empire проигрывали 13-1. Silent играл на гирокоптере. Так вот Silent, когда выформил хотя бы маломальские артефакты, камбэк просто невероятный произошёл. Здесь всё может быть точно так же. Ну что, команда IG на хайграунде. Макропира лежит. Жоу начинает под макропирой гореть. Варды распилили. Old Boys зашли. Old Boys ушли. Всё, на вардах поднялись. Золотишко немножко. Команда IG, да, спушили один барак. Но, 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 но... Гирокоптер зарабатывает деньги. Для него уже скоро будет сенжин яша. Дальше можно будет файтиться более-менее в безопасности. Гирокоптеру не надо близко подходить. Флэгкэнон сам всё делает. Никто ничего не написал в чат про аганим на Рубике. Странно, ребят, вы не в курсе, что ли, обновления. Так, давайте по артефактам пробежимся. У Undying появляется Vitality Booster сверху. Скорее всего, в Crimson Guard выйдет у нас в итоге Undying. Лонг Диди с барабанами, Блинк Даггером, Аркан Бутсами. У Templar Assassin после Дезолятора появляется БКБ. Есть также Аквила, есть Даггер, Фейс Бутсы, Боттл тоже имеется. У Спирит Брейкера. Есть Плейт Мейл. БКБ и Блейд Мейл готовятся. Спирит Брейкер выйти в итоге в... Кирасу, как я понимаю. Ну и Лешрак с Бладстоуном, БКБ, Аркан Бутсами и Урнов Шаду. С фармящей Лешрак, Жоу. Не такой уж и фармящий. 31 минута по Нетворцу. 13 600 у него. Можно было и побольше заработать. Ну здесь Темпларка тоже не блещет особенно. Но тем не менее на первом месте. Ну что, Фейта поймали. Тамбу под ноги на всякий случай, чтобы никуда Фейт не делся. Спирит Брейкер забирает Чарджер Даркнесс. Побежал у нас Рубик в Лонг Диди. Лонг Диди в принципе живой. Бёрнинг под БКБ. Флэг Кэнон про Юзан. Кримзон Гвард на Бёрнинге. Ну и Бёрнинг сам решил судьбу своей команды. Просто подфидил на ровном месте. Варды уже стоят здесь от расты. Лонг Диди ловит у нас от Рубика Чарджер Даркнесс. Теперь ловит еще и Эзершок. Просто с одного спыла YVF разваливает у нас Рубика. Просто через Мелт. Кси на лоу ХП. Трэп у под ноги. Где это все? Жоу бежит и через пульс нову сжигает постепенно Кси. Бёрнинг в таверне. Команда Олдбойс 22-12 выигрывает. По золоту 15 тысяч. По экспириенсу 10 тысяч. Реквием оф сол от СФ пока что не будет проюза. Ну и YVF начинает через Мелт атаковать СФ. А СФ разваливается. Байбеков. У команды IG не так много как хотелось бы. СФ есть Байбек Кси. Под макропирой стоит и к нему пока не подходят. Кси в итоге развалили. Есть Байбек у Кси. Есть Байбек у СФ. У Бёрнинга Байбека нет. Не хватает денег на Байбек. Ну все это ГГ. Вот вам и мини сенсация. Тонгфу Олдбойс. Кто такие непонятно в YVF. Единственная очень популярная личность. И остальные все ребятки ну не той градации что игроки команды IG. И тем не менее, тем не менее наказали Invictus Gaming. Отправили их подумать перед вторым матчем. Эта игра у нас проходит в формате Best of 2. Поэтому услышимся через 2-3 минуты. Для всех наших новичков не забывайте подписываться на наш канал. Жмите follow на твиче. Заходите в группу вконтакте. Подписывайтесь. И канал ютуб тоже в вашем распоряжении со всеми вводами игр. Для вас работает друг. Это студия игрокам ТВ. Услышимся через 2-3 минуты. До связи. Субтитры создавал DimaTorzok